Привет! Добро пожаловать на мой канал. Если вы со мной не знакомы, то меня зовут Женя. И сегодняшнее видео будет о новинках косметики. Я периодически снимаю такого рода видео и сегодня покажу вам новинки осенние, которые у меня появились. Я с радостью поделюсь с вами уже, так сказать, выделенными фаворитами. Наверное, это первое видео после моего окрашивания, где я буду с вами общаться, сидеть напротив вас. И хочу сказать, что краска постепенно смывается, но тонирование я сжелтею. Это факт. Вот. Волосы, конечно, я подпортила, но восстанавливаю их максимально. И, кстати, восстановление очень крутое. Буду потом вам все рассказывать, то, что со мной происходит. Первая новинка, которая поразила меня своей красотой и дизайном, это новая тушь от MAC. Bold and Bad Lash. Называется эта тушь. При помощи нее сегодня оформляла свои ресницы, прокрашивала. И, как оказалось, что это двухкамерная упаковка. Здесь находятся две щеточки с абсолютно разным эффектом. То есть, щеточка, которая широкая, самая широкая для верхнего ряда ресниц, она придает ресницам объем. Разделяет при этом хорошо ресницы, не оставляет комочки и реально удлиняет еще плюс. Я раскрутила верхнюю часть и оказалось, что здесь еще одна тушь. Маленькая. Обычно, знаете, когда вы берете обычную тушь, для объема она носите на нижние ресницы. Ваши нижние ресницы получаются такие немного склеенные, с кусочками туши. Так это нет. Эта тушь специально просто создана для разделения и немножко подкрашивания ресниц. В сегодняшнем видео буду показывать вразнобой абсолютно разную продукцию. От дорогой до не очень дорогой. И сразу приступим к классному шампуню от Queen Marine. Это аптечная косметика, чтобы вы знали. Но так как я сейчас активно ухаживаю за своими волосами после окрашивания, я подбираю тщательно уход. Конечно, на супер дорогие средства неохота тратить деньги, а Queen Marine абсолютно недорогая, в принципе, косметика. Плюс ко всему она аптечная, на основе морской водички. В руках у меня термозащитный шампунь для сияния, объема. И, честно сказать, так и получается, когда я мою волосы, у меня реально появляется объемчик. Мне кажется, что так влияет морская вода на волосы. Если она не в большой концентрации, то именно такой эффект она передает волосам. В паре к этому шампуню я купила себе бальзам для волос. Он тоже термозащитный для объема и сияния. Мне кажется, в паре так всегда эффективнее, если шампунь и кондиционер в паре. Мне понравился дизайн вообще этой продукции. Выполнен в морском стиле. Ленточки такие, знаете, изображения девушки ретро-стилей. Ну, чисто морская тема. Отдушка у этой продукции очень приятная, ненавязчивая. Мне очень понравился этот бальзам для волос, шампунчик для волос. Волосы действительно объемные, мягкие. И да, чуть не забыла вам показать. У меня еще есть крем для рук. Сейчас очень актуально осень. Руки сохнут. У меня и у мужа мы, если честно, тогда пользуемся одним кремом на двоих. Ну, потому что, ну, мне удобно. Я там на тумбочку у вас за кровать поставлю перед сном. Я помажу руки, Вова помажет руки. В принципе, в течение дня я тоже пользуюсь этим кремом. Знаете, мне нравится то, что он мгновенно впитывается. Не оставляет такого, знаете, силиконового слоя на руках. Так вот, нет, этот крем абсолютно не создает такого эффекта. Он впитывается и действительно комфортный на руках. Мне это безумно нравится. Крем многофункциональный, в составе морская вода из гольф-стрима. Поэтому, если вы знакомы с продукцией Queen Marine, напишите в комментариях, что вам нравится, а что нет. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Появились у меня новиночки. Вот клиник, это кушен для губ с матовым финишем. Сейчас у меня на губах вот этот оттенок. Это клиник поп. Это новинки. У меня в четырех разных оттенках. И сейчас на осень я выбрала для себя темный винный оттенок. Он смотрится очень красиво на губах. Я люблю темные, такие, знаете, яркие оттенки. Я думаю, что вы тоже зацените эффект. Очень пудровое, легкое нанесение. В то же время пигментированный продукт. Он покрывает полностью все губы. Конечно, в серединке немного выедается. Но мне кажется, это проблема многих продуктов для губ. По истечению одного часа, может быть, получаса. В общем, все время вы должны подправлять помаду. В принципе, это проблема всех помад. Следующая новинка, это тональная основа от Estee Lauder Double Wear. Это обновленная версия. Можно сказать, флюид, жидкий для лица, который очень-очень легкий. Но в то же время покрытие потрясающее и стойкость. Я успела влюбиться в эту тональную основу. Несмотря на то, что она у меня всего 5 дней. И примерно 5 дней я каждый день пользуюсь этим флюидом. И я в восторге. Я наблюдаю за макияжем в течение дня. И действительно, тоналка не тускнеет. Стойкая и очень-очень тонкое покрытие. Теперь хочу показать вам, девочки и мальчики, очень крутой уход. Это корейская косметика. Боюсь неправильно произнести. Орфия или Орхия. Напишите, как это правильно читается. У меня здесь эмульсия. Патчи. Просто обалденные гидрогелевые патчи под глаза. И крем для глаз. Все мы знаем, что корейская косметология уходит на 20 лет вперед. Кореянки очень круто ухаживают за своим лицом. У них много ступенчатая система. Это, конечно, шикарно. Они не жалеют времени вообще стоять возле зеркала и ухаживать за лицом. В отличие от наших женщин, которым нужно быстро намазать чем-то. Лишь бы увлажнить лицо после хлорированной воды и побежать на работу. Эмульсия. Эмульсия это что-то среднее между кремом и сывороткой. И я бы сказала, что больше это похоже на крем. И можно использовать на сыворотку. Получается, что вы на лицо наносите сыворотку, а затем уже эту эмульсию. В общем, эмульсия проникает глубже в кожу, чем крем. И вот эта эмульсия, она восхитительный результат. Виден сразу. Кожа увлажненная, напитанная и сияет. И что касается патчей гидрогелевых для глаз. Когда вы открываете эту баночку, сразу видно, что патчи просто плавают в этой жидкости. Настолько много этой жидкости они не пожалели. Это уже огромный плюс. Они советуют наносить вообще на 30 минут. Даже можно в них спать. Я один раз уснула, у меня даже не вызвало аллергию. Но кожа вокруг глаз становится очень ухоженной. И, девчонки, крем для век. Если вы в поисках хорошего крема для век, без отдушки, с мгновенным эффектом. Честно, вот пару раз использовать, и вы уже заметите результат. Здесь 30 мл. Вам этого крема хватит надолго. Давайте, чтобы развалить обстановку, я покажу вам аромат, который появился у меня совсем недавно. Это новый аромат от Гуччи. И мне нравится он. Он цветочный. Я вас сразу предупреждаю. Он очень сладкий. Он цветочный. И в то же время свежий, освежающий. Чувствуется сильно жасмин. Когда у нас в Алматы было очень жарко, я этим ароматом вообще пользоваться не могла. Так как он насыщенно цветочный, сладковатый, жасминовый. Ну, вы меня сами понимаете. Многие сравнивают этот аромат с амуашу Honor. У меня есть амуаш Honor, но они совсем не похожи. Они все-таки разные. Амуаш, он более, знаете, такой изысканный. Он выветривается. И выветривается именно такая сладость яркая. В этом аромате она, по-моему, не выветривается. Но аромат очень сладкий и нежный. Мне кажется, вот сейчас на холодное время года он будет согревать. Он будет по-другому раскрываться. Он очень приятный, но действительно женственный. И вы, конечно, в первую очередь должны попробовать его в магазинах, прежде чем покупать. Вы должны нанести на себя. Потому что моей подружке он не понравился. Он не подошел. Он сказал, как ты можешь им пользоваться. Он меня душит. Но мне он понравился. Так что, видите, нужно пользоваться, тестить. А потом уже покупать. И если вам нравится действительно продукция. Следующее, что я хочу вам показать. Это тоже новинка. Это спрей для век от усталости. Бренд Юст. Это швейцарский бренд. У них вообще такая, знаете, органическая, хелси продукция. Все, знаете, такое с умом сделанное. С травками, муравками. И что-то для ножек от усталости. И от укусов насекомых. От ожогов. И вот для глазок они выпустили. В общем, действительно, стоящая, можно сказать, аптечная косметика. Спрей для глаз. Вы закрываете ваши глаза. И на расстоянии 20 сантиметров брызгаете на веки. Это, знаете, как термовода. При этом вы должны наносить только на веки. Затем вы раскрываете ваши глаза. И средство как бы и от раздражения, и от усталости. И действительно становится очень свежо. Если вы не любите капать, особенно в глаза. Кто-то не любит капать в глаза, боится. Мне кажется, вот этот вариант вам очень хорошо подойдет. И в завершении этого видео хочу показать вам поближе, поподробнее. Новиночки от Urban Decay. Это, знаете, такие хайлайтеры, контурирование. В общем, эта палетка у меня с четырьмя оттенками хайлайтера. Мелкий помол. Намного мельче, чем у них предыдущих хайлайтеров. Палетка с четырьмя красивыми хайлайтерами. Вот, в принципе, крышечка плотно закрывается. Следующая прикольная новиночка. Это палетка для контурирования и сияния. Самое интересное, что палетка раскрывается. И зеркальце делит палетку на две части. С двух сторон зеркала. С одной стороны здесь кремовые корректоры. От темного к светлому. А также есть розоватые такие оттенки. Чтобы подобрать идеальный оттенок под вашу кожу, вы будете смешивать между собой эти корректоры. Это для кремовой коррекции лица, если вы ее делаете. А также в самом конце здесь кремовый хайлайтер. Палетка для сухого контурирования. Тоже от темного до светлого. А также в самом конце здесь хайлайтер, знаете, такого золотистого финиша. И помол очень-очень мелкий, красивый. Мне нравится эта палетка, но мне кажется, в ней не хватает румяшек. Если бы были румяшки, то была бы вообще стопроцентно офигенная новинка. Честно. Но может в следующий раз они уже добавят румяшки. И будет вообще все здорово. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я сразу вам показала, так сказать, мои горячие пирожочки. То, что только у меня появилось новиночки. Я как бы бьюсь блогер, поэтому снимаю для вас такого рода видео. Они мне нравятся. Они очень милые такие, девчачьи. О косметике, о новиночках, о фаворитах, там о чем-то еще. И как бы с удовольствием делюсь с вами этим. Снимаю для вас. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то поддержите меня лайками. Пишите в комментариях мне вопросы. Или отвечайте на вопросы, которые я задала вам в это видео. Не забудьте нажать где-то здесь, где-то здесь на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.